Всем привет! Меня зовут Настя и вы на моем канале Настюшка Маловар. Сегодня я покажу вам, как сделать самый продаваемый набор свечей из вощины к 8 марта. А именно сейчас я показываю самый удобный способ, как можно завощить фитиль быстро. Для этого нужен всего лишь шпагат и кусочек вощины. Берем шпагат, накладываем на кусочек вощины, прижимаем и отрываем. А дальше просто скручиваем пальцами. Вот и все. Легко! А теперь приступим к изготовлению самой свечи. Высота свечи 13 сантиметров и диаметр 2,5. Для этого нужно один лист вощины размером 40 на 26 сантиметров разделить на 4 части. Я заранее завощила большое количество фитилей для того, чтобы сделать очень много свечей. И, конечно же, нарезала сразу очень много вощины. Если вы хотите узнать, как нарезать вощину быстро и просто за 5 минут, пишите комментарий. Если вам понравится видео и окажется для вас полезным, вы можете поставить лайк, комментарий, а еще лучше подписаться на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Мне нравится делать сразу много свечей. Это очень экономит время. А теперь мы будем прижимать край вощины у каждой свечи. Конечно, если этого не делать, она не распустится и останется такой же формы. Но лучше для красоты и для надежности все-таки прижать край. Я делала много свечей, но для такого набора вам понадобится всего лишь 4 свечи. А теперь мы просто обрезаем излишки фитиля. И так проделываем со всеми свечами. И, кстати, если вам интересно узнать, как сделать свечи формы квадрат, треугольник и сердечко, пишите комментарий. Следующим шагом в изготовлении свечи будет придание дну свечи ровной поверхности. Для этого я просто немного вдавливаю ее в поверхность стола. Так проделываю со всеми свечами. А теперь моя самая любимая часть в изготовлении свечей. Я буду ароматизировать свечи специальной свечной отдушкой ваниль сладкая. Для этого я просто беру пипеточку и в каждую свечу капаю буквально по 2-3 капельки. Этого будет достаточно для того, чтобы свеча отдавала свой аромат на все время горения. Конечно, этот этап можно пропустить, если вы хотите, чтобы свечи просто пахли медом. А теперь самый интересный процесс это упаковка. Для этого я подготовила вот такие надписи, распечатанные на крафт-бумаге. Это специальная крафт-бумага для эскизов и рисунков. Также для упаковки нам понадобится клей ПВА. Можно взять самый обычный. Вот такие коробочки. Это производитель до ЭКО. Размер у них примерно 10 на 15. Идут с вот такими пластиковыми крышками. Это очень удобно. Очень красиво смотрятся наборы. Мне нравится. Еще понадобятся вот такие наклеечки. Я их заказывала на сайте алиэкспресс. Атласная ленточка и ножницы. Итак, поехали. Собираем коробочку. Это очень просто делается, когда вы соберете штук 50. Это будет уже на автомате. Иногда у них загибаются вот эти маленькие крылышки, но это ничего страшного. Также собираем пластиковую крышку. Она тоже очень легко собирается. Все быстро и удобно. Итак, мы берем наши четыре свечи и прижимаем их друг к другу, но не очень сильно. Слегка надавливаем, чтобы они соединились. Вот таким образом. Берем нашу распечатанную этикеточку, прикладываем и приклеиваем клеем ПВА. Если вам удобнее, то можно использовать обычный клей-карандаш. А теперь просто помещаем наши четыре свечи в коробочку. И вот набор уже практически готов. Закрываем крышкой. Берем атласную ленточку. Быстренько оборачиваем ее и вяжем бантик. Клеим наклеечку. И наш замечательный набор готов. Если заранее сразу собрать все коробочки, крышечки, отрезать необходимую длину для ленточек и сделать большое количество свечей, тогда на один набор уходит 2-3 минуты. А это очень важно в сезон праздников. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал Настюшка Маловар!